привет друзья когда я сказала при приготовлении вафель что это свой разрыхлитель то мальминочка у меня спросила как я делаю этот разрыхлитель я тоже не нашла этого ролика но по-моему я его снимала может быть я его сняла в каком-то в общем домашнем ролике я еще не знала что надо кулинарные рецепты снимать отдельно вот и поэтому я сейчас решила его повторить так друзья что нам для этого понадобится баночка какая-нибудь чтобы плотно закрывалась крышечка я нашла вот такую баночку вот я могла бы старую баночку использовать но там еще немножко осталось у меня старого разрыхлителя поэтому будем пользоваться новой баночкой вот у него такая плотная плотная крышечка так первое что нам понадобится это лимонная кислота если у вас лимонная кислота настоящая хорошая потому что сейчас выпускает лимонную кислоту она немножко какая-то подхалтуренная то есть она такая во первых белая белого цвета то есть она то кислая я попробовала ее на зуб из пакетика короче говоря она во первых него не такая кислая как лимонная кислота настоящая и она не кристаллическая какая-то не знаю мука с какими-то кристаллическими вкраплениями но вот присмотритесь кто покупает магазин лимонную кислоту может мне попался такой пакетик у меня лимонная кислота не скажу своя домашняя сияли сама сделала нет конечно это лимонная кислота очень хорошая она сейчас вам покажу поближе вот смотрите она никакая такая не белая она как сахар видите состоит из таких блестящих прозрачных кристалликов они такие довольно таки крупненькие поэтому ее надо измельчить лимонную кислоту обязательно на кофемолке так для разрыхлителя нам понадобится так берите все одинаково ну смысле чайная ложка если с горкой то все берете с горкой поняли если без горки то все без горки 3 чайные ложки лимонной кислоты с горкой я буду брать засыпаю кофемолку все сейчас буду это же моя кофемолка сломалась это кофемолка другая я уже не помню как она тут работает 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 наверное работает значит неправильно значит неправильно закрыла как правильно закрывается это это как лимонка так нужно кнопочку эту зажать так пробуем измельчаю если так ассоциация с сахаром то она должна превратиться смотрите сахарную пудру видите вот такая она белоснежная красивая и измельченная то есть получилась сахарная пудра лимонная кислота похожая на сахарную пудру так все аккуратненько сюда выбираем вот это самый такой момент короче длительный а если брать из этих упаковок из пакетов то ее наверно даже не надо не надо мельчить но не все же есть такая лимонная кислота старинная настоящая так дальше берем соду сода у меня в баночки соды нам понадобится 5 чайных ложек значит берем ее одинаково так же как брали лимонную кислоту чайная ложка с горкой столько же берем и соды так соду измельчаем она тут у нас какими-то комочками так раз два три четыре пять пять чайных ложек соды так все, соду закрываем о, у меня еще тут в крышечке, гляньте, осталось лимонная кислота, надо выбрать ничего не пропало так, выбираем так, сейчас берем муку обычную пшеничную муку берем ее шесть чайных ложек девочки, рецепт проверенный временем то есть я постоянно делаю давно-давно сто лет по этому рецепту единственное, что я хотела сейчас попробовать сделать с рисовой мукой но потом передумала, думаю, ладно, буду делать так, как делала так, шесть столовых ложек муки раз мука у меня какая-то универсальная, ой, шесть чайных ложек два у меня какая-то не сильно белая, какая-то универсальная три четыре пять шесть ну и постоянно перемешиваем, подмешиваем, перемешиваем, чтобы все хорошо смешалось и последний ингредиент я вам скажу так, если вы будете пользоваться, то есть сделаете его столько, что вы быстро используете этот разрыхлитель ну то есть вы часто печете, вам постоянно нужен-нужен-нужен я как-то не часто пользуюсь разрыхлителем ну то есть в Афре в последнее время начала делать как-то более часто а так-то, не знаю, я блины делаю на соде, мне нравится кефиром загасилось и все отлично короче, а если она у вас будет стоять долго он, вернее, разрыхлитель, то надо еще использовать крахмал вот у меня кукурузный крахмал крахмал идет у нас как консервант поэтому 6 чайных ложек кукурузного крахмала раз, два, три, четыре, пять, шесть все тщательно перемешиваем тщательно перемешиваем ложечкой а потом еще закроем баночку и немножко потрясем вот такая красота получается белоснежная красивая субстанция, скажем так и это будет у вас домашний разрыхлитель зачем покупать? вот этот разрыхлитель просто идеальный для любой выпечки подходит и может храниться очень долго вот у меня тот разрыхлитель у меня там осталось чуть-чуть ой, не знаю, уже стоит давно я уже была даже как-то забыла, наверное что он у меня еще есть навела там порядки в этой шухлядке куда-то его высунула что купила в магазине была пакетик а потом, блин, а вот уже мой разрыхлитель и уже в последнее время я готовлю со своим разрыхлителем хотя он уже стоит давно вот так вот все перемешиваем 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 так теперь закрываем крышечку крышечка должна быть очень плотная очень плотная чтобы он не набрал никакой влажности вот так вот видите защелкивается хорошенько баночка ну сейчас баночки с такими крышечками не проблема а там любых продуктов которые у вас есть вот так еще потрясем, потрясем, перемешаем перемешаем, перемешаем вот так вот хорошенечко туда-сюда 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 потом, когда достаете чтобы пользоваться, например можно еще перемешать мало ли вдруг что-нибудь там осела не так или лежала не тем боком или стояла не так короче еще раз можно спокойненько перемешать и вот такая красота у вас получится можете готовить любую выпечку проверенный жизнью и временем разрыхлитель самый идеальный вариант, я считаю так что все друзья готовьте пожалуйста пользуйтесь моим рецептиком обязательно потом скажите мне спасибо вам понравится я уверена этот разрыхлитель все вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока 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 пока